Существует правило, которое каждый человек должен знать с детства. Как правильно переходить дорогу, почему нельзя играть со спичками, чем опасны розетки и электроприборы. Эти важные для жизни понятия дети должны не только знать, но и постоянно повторять. Для того, чтобы еще раз напомнить школьникам основные правила обращения с электричеством, специалисты филиала Кубани-Нерго регулярно проводят для них уроки безопасности. Подробности в материале Анны Монастыренко. Урок электробезопасности специалисты Кубани-Нерго провели для учащихся начальных классов 43-й школы хутора Барониковского. В доступной форме, с использованием мультфильмов и наглядных материалов. Сотрудники славянских электросетей познакомили четвероклашек с основными правилами электробезопасности в быту и вне дома. Объяснили, какую угрозу жизни и здоровью внесет проникновение в действующие электроустановки и игра вблизи них. Особое внимание было уделено правилам безопасного селфи. Урок прошел в атмосфере живого общения. Энергетики ответили на интересующие ребят вопросы. В форме импровизированного теста закрепили новый материал. Я узнал, что нельзя играть рядом, возле линии электропередач. Потому что может зацепиться игрушка, ну и потом может толком ударить. Я обязательно расскажу своим друзьям о тех правилах безопасности, которые я узнал сегодня на уроке. В конце урока по многочисленным просьбам школьников сотрудники Кубани Энерго рассказали о своей работе. Желающим дали примерить каску электромонтера и диэлектрические перчатки. И, конечно, все участники урока получили полезные и интересные подарки – расписание уроков и наклейки с правилами электробезопасности. Хочется поблагодарить организацию Кубани Энерго за проведенное мероприятие с ребятами нашей школы. Потому что действительно эта встреча была необходима для деток. Она имеет большой воспитательный момент. Хотелось бы с вами встречаться еще. Профилактике детского электротравматизма предприятие Кубани Энерго уделяет особое внимание. С начала этого года специалисты филиала провели уже более 120 занятий в детских образовательных учреждениях. Для того, чтобы правила хорошо запоминались и были понятны всем детям, к каждому уроку славянские энергетики тщательно готовятся. Стараемся учитывать возраст детей, чтобы подбирать материал, который им будет более понятный. Для младших это либо мультики, наглядные пособия, плакаты, чтобы дети это видели и им было интересно. Работа по профилактике детского электротравматизма будет продолжена. Сотрудники Кубани Энерго еще не раз встретятся с детьми, чтобы рассказать о правилах, которые сохранят им жизнь. Анна Монастыренко, Александр Косицын, программа «События».